Мне ж нужно вазу прорисовать, это ж не сильно видно, что это ваза. Вазу нужно покрыть рядом этими контуром. Нет, не нужно. То есть и так видно, что это ваза, никто не скажет, что это там стакан какой-нибудь. А если и скажет, ну и бог с ней. Вот, и все. И теперь что осталось? Теперь осталось фоном подкорректировать глубину формирования самих цветов. И вот в моем случае немножко, вот у меня фон получился более светлый. Нужно его чуть утемнить, чтобы он глубже был. Чтобы ваза на передний фон вышла, чтобы более отчетливо, ярко прозвучал вот этот голубой на подоконнике, на окне. И вот сейчас мы идем в корректировку. Ну вот как бы для коррекции я бы уже советовал уйти от света. То есть раньше я предлагал использовать здесь фиолетовый и коричневый. То для коррекции я бы теперь предлагаю уйти от света такого натурального. А намешать самим. То есть ультрамарин плюс рот. Так. Сильно фиолетовый. Еще. Выглядит сильно фиолетовым. Ведь я все время комментирую. Чего, как бы, почему я там то или иное действие. Вот так уже более, более-менее. Все, теперь начинаю с безопасных моментов каких-то, да, там. По цвету опять же прохожусь, смотрю как оно. Вот, потому что все-таки с одного пятнышка, которое поставишь, не всегда можно объективно оценить, как это вот, как это пятнышко, когда его распределить большей плоскостью, как оно будет выглядеть. Поэтому вот, пока вот без особых там, смотрю как бы увеличивая плоскость заполнения, смотрю как оно, как звучит. Ну, я имею в виду, что пока без коррекции объектов. То есть, только вот, ну, такие коррекции примитивных объектов. Вот видите, да, смотрите, какой у меня был цвет до этого, да, и какой появляется сейчас. То есть, он как бы более сложный и более темный. Ну, теперь, поскольку я для себя решил, что мне подходит, то есть, теперь я начинаю подходить и корректировать цветы, которые, объекты, которые у меня требуют корректировки. Суть. И теперь смотрите, теперь это, такая есть среди художников, тоже с вами ее уже проходили, такая функция, давайте назовем это так, которая не называет свет из-под теневой. То есть, те объекты, которые у нас находятся в тени, да, в данном случае, сейчас рекомендую вам посмотреть, обратить внимание, посмотреть, отвлечься от своих работ, вот эти теневые объекты. И вот, смотрите, я применяю содержание фона на более светлое. Можно туда уже сейчас больше голубого добавить. Вот. Оттенка. Или можно, допустим, высветлить. Не вопрос. И вот свет из-под теневой. У нас получается, касание к тени, они создают, то есть, выдвигают объект на передний план. Вот. Но это касается, как раз, вот, моментов, где находится тень. Только в теневых участках. Там, где у нас свет, там, вот лежит свет, было бы глупо с этой стороны еще более высветлять. Так. Вот.